Девушки отдыхают Что может быть круче роботов, чем роботы-трансформеры? После завоевания мира гриндайзерам приходит очередь Вольтрона, гигантского трансформирующегося робота, который, как бы банально это ни было, борется за мир во всем мире, а точнее вселенной. Вольтрон, вперед! Тут-то и начинается мания на все трансформирующиеся. Роботы захватывают не только медиарынок, но и магазины с игрушками, внедряются в мир моды, а потом становятся и лучшим костюмом на Хэллоуин. Зная толк в сенсационных мультиках, режиссер Майкл Бэй решает соэкранизировать не менее культовый мультфильм «Трансформеры». После успешной экранизации первой части голливудский режиссер берется за вторую и сразу же начинает снимать третью. Я очень горд тем, что мне выпала такая возможность. Экранизировать «Трансформеров» — это честь. Оказывается, американцы не только первыми высадились на Луну, но и обнаружили на обратной стороне этого спутника полуразрушенный звездолет с Кибертрона. Вот сюжет нового фильма Бэя «Трансформеры. Тёмная сторона Луны». В заключительной части автоботы под началом Оптимуса Прайма вновь сойдутся на поле боя с десептиконами, которые жаждут реванша после событий во второй части этой саги. Ты можешь потерять веру в нас, но не в себя. А если потеряешь веру, гитва будет проиграна. В отличие от первых двух частей, в «Тёмной стороне Луны» фанатам американской актрисы и фотомодели Меган Фокс придётся довольствоваться другой красоткой. В третьих «Трансформерах» подружку главного героя сыграет английская супермодель Рози Хантингтон-Уитли, более известная как один из ангелов Виктория Сикрет. Фильм будет нереально крутой, и я думаю, что сыграю не хуже, чем Меган Фокс. На широких экранах захватывающие приключения автоботов, десептиконов и прочих ходячих гаджетов появятся уже этим летом. Так что всем поклонникам «Трансформеров» предстоит немедленная активация. Павел Шелканутов, промо-новысти!